Из группы энтузиастов в большую социально ориентированную организацию. 30 лет назад во Владимирской области люди с ограниченными возможностями здоровья поняли, если они сами о себе не позаботятся, никто этого не сделает, и начали активно заявлять о себе. Сейчас в организации 13 тысяч человек и 600 волонтеров, которые в год оказывают более 50 тысяч услуг нуждающимся. Меняются потребности инвалидов. Если раньше, в 90-е годы, мы занимались тем, что развешивали гречку у себя в офисах, чтобы прокормить людей, то сейчас к нам приходят люди. Вот буквально совсем недавно проект, наши молодые ребята, им очень хотелось прыгнуть с парашютом. И мы реализовывали здесь часть федерального проекта «Небо открытое для всех», и наши ребята, которые передвигаются на креслах, колясках, либо просто с тяжелой инвалидностью, совершили свой первый прыжок, у них раскрылись крылья. Областная организация Всероссийского общества инвалидов отметила свое 30-летие. За это время ее участники научились разрабатывать уникальные проекты, занимая самозанятость, становиться партнерами федеральных фондов и организовывать свой досуг. С 2014 года в регионе действует программа «Доступная среда». В ее рамках строят пандусы, на здании дороги наносят специальную разметку, устанавливают звуковые светофоры. Словом, делают жизнь людей максимально удобной. За период действия программы на повышение доступности для инвалидов объектов было направлено 338 миллионов рублей. В том числе 163 миллиона – это средства, привлеченные из федерального бюджета. Оборудованы в учреждении здравоохранения, образования, социальной сферы культуры и спорта. Всего это более 250 объектов. Благодаря этой программе в Театре драмы, областном дворце культуры и искусств появились подъемники. В 2018 году на эти цели запланировано 92 миллиона рублей. Программу продлили до 2025 года. Но «Доступная среда» – это не только подъемники и пандусы. Это люди большой силы духа. Мы без колясок ходим лишь во сне, Без рук своих любимых обнимаем, Но, как и все, волнуясь по весне, Мы радуемся жизни и мечтаем. Вы помогаете в быту, навещаете в больницах, Личным примером доказываете, что нет ограничений, Которые невозможно было бы преодолеть. И вот здесь вашей стойкости и умению сопротивляться неблагоприятным жизненным обстоятельствам Могут позавидовать люди с самой широкой линейкой физических возможностей. Вам искренний поклон и слова отводят уважение за эту активную жизненную позицию. Как отметил председатель областной организации Михаил Осокин, Сейчас твердо можно сказать, что сотрудничество с руководством области максимально успешное. Людей слышат, поддерживают, с ними взаимодействуют. И это приносит реальные результаты. Светлана Миронова, Губерния, 33.